Канал Дэвидов представляет серию выпусков «Интересные факты. Небесный город». Лет назад мир был удивлен, поражен и обеспокоен, прикоснувшийся к чему-то совершенно необыкновенному, загадочному, сенсационному, не укладывающему в рамки обыденного сознания. Небесный город в центре галактики. Фотографии космического телескопа «Хаббл» буквально потрясли мир. Город сразу был назван «Обителем Бога». В январе 1995 года немецкий астрономический журнал опубликовал короткое сообщение, на которое немедленно откликнулись все научные, религиозные и популярные издания планеты. В серии снимков, переданных с телескопа «Хаббл», на пленках четко проявился большой белый город, плавущий в космосе. Представители НАСА не успели вовремя отключить свободный доступ к веб-серверу телескопа, куда попадают все изображения, полученные из «Хаббла», для изучения в различных астрономических лабораториях. Таким образом, принятый стелескоп фотоснимки впоследствии до сих пор строго засекреченный, на несколько минут стали доступными пользователям всемирной сети. Так что же увидели астрономы на этих удивительных фотоснимках? Сначала это было всего лишь маленькое туманное пятнышко на одном из кадров, но когда профессор университета Флориды Кен Уилсон решил разглядеть фотоснимок подробнее, в дополнение к оптике «Хаббла» вооружился ручной лупой, он обнаружил, что пятнышко имеет странную структуру, которую невозможно объяснить ни дифракцией в линзовом наборе самого телескопа, ни помехами в канале связи при передаче снимка на Землю. После короткого оперативного совещания было решено переснять указанный профессором Уилсоном участок звездного неба с максимальным для «Хаббла» разрешением. Огромные многометровые линзы космического телескопа сфокусировались на самом дальнем уголке Вселенной, доступном обзору телескопа. И пятнышко предстало перед зазумленными учеными на многометровом экране проекционной установки лаборатории управления «Хабблом» с сияющей структурой, похожей на фантастический город будущего. Огромная конструкция, раскинувшаяся в просторах космоса на многие миллиарды километров, сияла неземным светом. Плывущий город единодушно был признан обителю Творца, местом, где только и может располагаться престол Господа Бога. Представители НАСА заявили, что город не может быть населен в привычном смысле этого слова, вероятнее всего в нем живут души умерших людей. Впрочем, имеет право на существование и другая, не менее фантастическая версия происхождения космического города. Дело в том, что в поисках внеземного разума, само существование которого уже несколько десятилетий даже не ставится под сомнение, ученые сталкиваются с парадоксом. Если предположить, что Вселенная массово заселена множеством цивилизаций, стоящих на самых разных уровнях развития, то в их числе неизбежно должны оказаться некие суперцивилизации, не просто вышедшие в космос, а активно заселившие огромный пространство Вселенной. И деятельность этих суперцивилизаций, в том числе инженерная, по изменению естественной среды питания, в данном случае космического пространства и находящихся в зоне влияния объектов, должна быть заметна на расстоянии многих миллиардов световых лет. Однако, ничего подобного до последнего времени в астрономии замечено не было. И вот явно техногенный объект в галактических масштабах. Не исключено, что город, обнаруженный Хабблом на католическое Рождество в конце 20 века, оказался именно таким искомым инженерным сооружением, неизвестной весьма могущественной земной цивилизации. Города поражает. Ни один известный нам небесный объект не в состоянии соперничать с этим Исполином. Наша земля в этом городе была бы просто песчинкой на пыльной обочине космического проспекта. Куда же движется? И движется ли вообще этот гигант? Компьютерный анализ серии фотоснимков, полученных с Хаббла, показал, что движение города в общем совпадает с движением окружающих его галактик. То есть, относительно Земли все происходит в рамках теории Большого взрыва. Галактики разбегаются. Красное смещение увеличится с ростом расстояния. Никаких отклонений от общего закона не наблюдается. Однако, при трехмерном моделировании удаленной части Вселенной выяснился потрясающий факт. Это не часть Вселенной удалена от нас, а мы от нее. Подсчеты перенесены в город, потому что именно это туманное пятнышко на фотоснимках оказалось в компьютерной модели с центром Вселенной. Объемное движущее изображение наглядно продемонстрировало, что галактика-то разбегается, но именно от той точки Вселенной, в которой расположен город. Другими словами, все галактики, в том числе и наши, вышли когда-то именно из этой точки пространства. И именно вокруг города происходит вращение Вселенной. А потому первое представление о городе, как об обители Бога, оказалось на редкость удачным и близким к истине. Расчетная структура Вселенной по данному Millennium Simulation, отмеченная белой линией расстояния, составляет около 140 миллионов световых лет. Каждая желтая точка представляет собой одну галактику. Мы рады показать много интересного вам на нашем канале. Мир прекрасен, в нем есть и красота, и вечная загадка, кто мы и откуда. Всем удачи и хорошего настроения. Ссылки на наш канал и одноклассники вы видите на экране. Всем до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok